МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федеральный проект нацелен на то, чтобы была активная связь между учреждением СПО и их социальными партнерами. Люберецкий техникум присоединился к проекту «Профессионалитет-2024». Нам выделяются ежегодно средства на произведение такой большой закупки. В библиотеке Есенина обновили книжный фонд. Мне нравится футбол тем, что надо думать очень много и быстро все делать. Осенний кубок Спартака провели в поселке Красково. Подробности в выпуске. А теперь подробнее о всех событиях. Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят по всему городскому округу. На вопросы люберчан отвечают профильные заместители и представители управляющих компаний. Какие вопросы задавали в этот раз, расскажем в сюжете. Встреча в формате выездной администрации прошла в актовом зале 41-й гимназии. Представители всех сфер открыты к диалогу. В блоке образования самый популярный вопрос – завершение строительства новой школы на полторы тысячи мест на улице летчика Ларюшина. По словам жителей, учебное заведение должно было открыться в сентябре этого года, но сейчас работы приостановлены. Близ ближайшей школы все переполнены. Просто детей приходится чуть ли не в три смены, они учатся. И классы переполнены, и учителям это нагрузка, и детям тяжело, всем тяжело. Либо возить куда-то тоже родителям тяжело. Были заданы вопросы, когда все-таки будет сдана школа-новостройка на полторы тысячи мест в микрорайоне Джулебина парк, который располагается буквально рядом со 115-м кварталом. Та школа, которая должна была заработать, мы надеялись, с сентября 2024 года, срок перенесен по объективным таким очень существенным причинам на будущий учебный год. Вопросы поступали и блоку жилищно-коммунального хозяйства. 15-му дому на улице Московской больше 50 лет. Жители просят провести экспертизу фундамента, так как под некоторыми входными группами появились провалы. Там же внизу пустоты, там раньше была речка и баллоны осушены. Я такую историю не знаю, но рассказываю. Да, просто я здесь живу 50-го года, поэтому рассказываю то, что я знаю. И я разговаривала с предкирубщиками, они говорят, что да, а почва такая. Потому что если посмотреть, у нас 6-й подъезд, у нас там 3 ступеньки. Первый подъезд, он уже уходит, там накатывают асфальт, да, где выходная группа, но он все равно уже проваливается. Решать судьбу дому можно только всем домам. Остальные скажут, ребят, зачем вы потратили миллион рублей на экспертизу? Это же и средств дома. Поэтому здесь самое разумное, это при проведении следующего ОСС, этот вопрос включить, и жители голосуют. Это же ваши деньги, у управляющих компаний своих денег нет, есть только ваши. Также на встрече обсудили работу управляющих компаний, содержание дворовых территорий и контейнерных площадок. Все обращения взяты в работу. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. История праздника берет свое начало еще с 70-х годов прошлого столетия. Дату увели для того, чтобы подчеркнуть важный труд представителей этой профессии. Наш следующий сюжет об одном из них. Водители МОС-Трансавта Юрия Сергееви. Перед выездом на линию проверка транспортного средства. Водитель следит за тем, чтобы все работало исправно. В салоне было чисто. Убедившись, что все в порядке, Юрий Сергеев направляется в сторону остановки. Там его уже ожидают первые пассажиры. Крутить баранку автобуса Юрий Сергеев мечтал всегда. Как только получил права, понял, что именно это станет делом всей его жизни. И вот уже 20 лет верен своей профессии. В какой-то другой роли мужчина себя не видит. Один раз так получилось, что работы водителем не было. Я около года продавец автозапчастей работал. Ну, это не мое. В Люберецком филиале МОС-Трансавта Юрий Владимирович уже 8 лет. Знает все маршруты наизусть. В последнее время добавилось много новых. К примеру, 12.27. Курсирует от деревни Марусина до метро Некрасовка. В это время я езжу часто, в одно и то же время. Но водитель бывает. Вот именно этот часто. Ничего плохого не могу сказать. В этом году Юрию Сергееву пришлось освоить новые маршруты. Причем далеко за пределами городского округа Люберцы. Мужчина трижды ездил на освобожденной территории с гуманитарной миссией. Первая поездка была в ДНР, затем в ЛНР. И в конце августа состоялась командировка в Курск. Ответственность, понимание, что людям там сейчас очень плохо, им нужна помощь, кроме нас им никто не поможет. Более как мы в первый раз, когда мы съездили, это уже другие вообще впечатления. Мы видели людей, мы видели, что там происходит. И потом уже сами туда хотели поехать, помочь. С людей мы, конечно, поразились. Их не успокойствую, добролюбию. И гостеприимству. Что-то спросишь, тебе все подскажут, все расскажут. Люди живут настолько спокойно, хотя вот у них все разрушено. Вот Мариуполь мы видели. Гуляют с детьми, все восстанавливают, друг другу помогают. На предложение руководства отвезти гуманитарный груз Юрий согласился, не раздумывая. Если помощь потребуется еще, он всегда готов. Если никому не рисковать, ну а кто поедет? Тогда никто не поедет. В преддверии Дня добровольца Московской области, который уже 8 лет отмечают 29 октября, в волонтерский штаб городского округа Люберцы поступила просьба от 98-летнего жителя Малаховки Ивана Новичихина. Участник Великой Отечественной попросил навести порядок на своем дачном участке. Волонтеры сразу же откликнулись. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Кавалер Ордена Отечественной войны Иван Новичихин не ожидал, что волонтеры настолько быстро отреагируют на его просьбу. Познакомившись с ветераном, ребята выслушали пожелания по уборке территории. Здесь у меня сад, он зарастает. Вот эти тополя, вот там желтые листья сверху. Вот эти вот, надо будет срезать. В Малаховку семья Новичихинах переехала более 40 лет назад. И сад стал любимым местом для отдыха. Иван Георгиевич вместе с супругой Верой Тихоновной высадили здесь плодовые деревья. А в теплицах каждый год собирали урожай овощей. Супруге вместе почти 70 лет. И сейчас самостоятельно ухаживать за участком уже не по силам. Пока здоровье было получше. Я с удовольствием это делал. Ну вот дожил до такого возраста, что 98 лет. Ребята пришли, конечно, навестить меня и оказать помощь посильную для них. Спасибо им и всем этим молодежи, которые не забывают нас, таких участников Великой Отечественной войны. Люберецкие волонтеры, студенты техникума экономики и права, спилили на участке сорняковые деревья, скосили траву и убрали придомовую территорию. В войне, наверное, приятно помочь людям, которые прошли войну, которые дали жизнь нам, как подрастающему поколению. Волонтеры Подмосковья всегда рядом и всегда готовы прийти на помощь в любой сложившейся ситуации. А всем ветеранам в лице Ивана Георгиевича и Веры Тихоновны хотелось бы пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головой. К региональному движению «Волонтеры Подмосковья» присоединились уже более трех с половиной тысяч человек. Это школьники, студенты и просто неравнодушные люди. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛТВ. В Люберцах прошел муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по основам безопасности и защите Родины. Это новый предмет, который ввели во всех школах России с 1 сентября. На площадке проведения отборочного тура работали мои коллеги. Спортивный зал 28-й школы сегодня большой центр тестирования школьников. Около 600 учащихся со всего городского округа показывают, чему научились на уроках по основам безопасности и защите Родины. В одной части зала оказывают первую медицинскую помощь, а в другой собирают и разбирают оружие и надевают пожарную экипировку. Это один из этапов Всероссийской Олимпиады школьников. Обычно мы ежегодно проводим до 24 разных видов олимпиад. И вот на сегодняшний день мы в одной школе в микрорайоне «Самолет» проводим муниципальный этап Олимпиады по основам безопасности и защиты Родины. Появился такой предмет с 1 сентября текущего учебного года в учебной программе. Раньше он назывался «Основой безопасности жизнедеятельности». Данный предмет изучают 9, 10, 11 классы. По желанию ребенка и, соответственно, учителя данного предмета, 7-8 класс тоже может поучаствовать здесь. Как показывает сегодняшняя практика, 7-8 класс, в данной параллели довольно-таки много детей задействовано. Ученица кадетской школы Виктория Шершакова участвует в Олимпиаде не впервые. В прошлом году она стала призером регионального этапа по ОБЖ. И на этот раз школьница показала достойный результат на отборочном туре. Наиболее удачно, я думаю, это снаряжение магазина. Потому что мне сказали, что я единственная из девочек пока, кто успела вовремя. В школе научилась, меня обучает учитель, мои наставники. Каждый участник Олимпиады прошел все испытания и получил заветные баллы. Школьники, у которых наилучшие результаты будут защищать честь люберец на областном этапе. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Московский областной центр охраны материнства и детства – передовое медицинское учреждение, где используют современные методы лечения и восстановления пациентов. Врачи-хирурги не только выполняют сложнейшие операции, но и делятся своим опытом и профессионализмом с коллегами и начинающими специалистами. Наша съемочная группа запечатлела работу команды урологического отделения детского стационара. Одна группа медиков готовит маленького пациента к операции, а другая помогает хирургу надеть стерильный халат и перчатки. Сегодня плановую операцию по удалению паховой грыжи проводит заведующий хирургическим отделением Владимир Трунов. Еще несколько минут – контрольная проверка состояния ребенка и процедура начинается. Это инструменты, которые позволяют нам проникнуть в брюшную полость ребенка и надуть туда воздух, чтобы создать некий объем рабочего пространства, которым мы сможем увидеть и поработать. У годовалого мальчика две грыжи. Хирург удаляет их через небольшие проколы. Вся процедура продлилась около 15 минут. У лапароскопического метода ряд преимуществ. Минимальная кровопотеря при операции, быстрое заживление и эстетический эффект. У ребенка в послеоперационном периоде не остается каких-то больших рубцов. У него есть такие, скажем так, небольшие царапинки, которые позволяют ему раньше уйти домой с лучшим косметическим результатом. И с меньшей травматизацией, с меньшим болевым синдромом. Поэтому здесь совокупность всех этих факторов, она, конечно, продвигает эту технологию все дальше, год от года она все шире используется. За прошлый год у нас было проведено в нашем отделении чуть более тысячи операций. Большая часть из них была выполнена из эндоскопического доступа. В соседней операционной еще один аст детской хирургии, заведующий урологическим отделением Андрей Суходольский. В его руках тоже эндоскопические инструменты. За тем, что происходит в брюшной полости пациента, врач следит на большом экране. Очень долгое время наше отделение было единственным в Московской области. И все дети со сложной урологической патологией оперировались на базе нашего отделения, на базе нашей клиники. Сейчас есть уже несколько отделений в Московской области, но наше отделение по-прежнему является лидирующим отделением. То есть мы задаем тон детской урологии, андрологии Московской области. И все основные сложные хирургические вмешательства выполняются именно на нашей базе все равно. Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства заботятся и о том, чтобы вырастить достойное поколение молодых врачей. На базе стационара находится кафедра Российского университета медицины. Детские хирурги проводят занятия со студентами четвертых и пятых курсов, а также занимаются научной деятельностью. 21 октября – Всемирный день профилактики йода-дефицита. Чем чревата нехватка или переизбыток этого микроэлемента в организме и почему важно вовремя обращаться к врачу, расскажет Богдан Колесников. Проблемы с работой эндокринной системы и щитовидной железы бывают не только у взрослых, но и у детей. Заболевания вызывают нарушение сна, слабость, ухудшение аппетита, замедление обменных процессов, резкое изменение веса. Проявление хотя бы нескольких симптомов – повод показаться врачу. К эндокринологу нужно обращаться с профилактической целью раз в год, это взрослым людям, а детям декоративные сроки – в 6 лет перед посещением школы, потом в 10 лет, ну и подросткам – 15-16-17 лет, соответственно. Ну и если появляются у нас какие-то жалобы. Переизбыток йода в основном бывает, если человек ненормированно употребляет БАДы. Важнейший фактор профилактики заболеваний – правильное питание. По словам эндокринолога, в московском регионе в воде и пище йода не хватает. В рационе мало морепродуктов, а фрукты, насыщенные витаминами и микроэлементами, яблоки, фейхуа, хурму можно приобрести в определённый сезон. Недостаток йода приводит к снижению выработки гормонов щитовидной железы и, как следствие, развитию серьёзных заболеваний. В основном это гипотириоз, то есть снижение функции щитовидной железы, узловые образования, либо увеличение щитовидной железы зоб. Чтобы не было заболеваний щитовидной железы, таких как гипотириоза, диффузно-токсического зоба, узлового зоба, увеличение щитовидной железы, И необходимо своевременно обращаться к доктору-эндокринологу, чтобы назначил определенный спектр обследований и лечения. Не менее вреден для организма – избыток йода. Он может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и тиреотоксикоз. У человека появляется высокое давление, тахикардия. Соответственно, даже могут быть дисфункции надпочников вплоть до надпочниковой недостаточности. Поэтому мы должны с профилактической целью, с детского возраста, употреблять йод. Эндокринологи не рекомендуют заниматься самолечением. А в случае недомогания нужно обращаться к врачу. Ведь еще Гиппократ говорил – болезнь легче предупредить, чем лечить. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛТВ. Городской округ Люберцы присоединился к федеральному проекту «Профессионалитет». Участником образовательной программы стал техникум имени Гагарина. Там состоялся день открытых дверей для школьников средних классов. Подробности в материале моих коллег. В Люберецком техникуме имени Гагарина сегодня не только студенты и преподаватели, но и школьники со всего городского округа. В единый день открытых дверей учебное заведение принимает потенциальных абитуриентов. Эта встреча – одна из составляющих федерального проекта «Профессионалитет». Программа по подготовке квалифицированных кадров инициирована президентом России. Федеральный проект нацелен на то, чтобы была активная связь между учреждениями СПО и их социальными партнерами. Нашими социальными партнерами являются такие крупные предприятия городского округа Люберцы, как «Звезда», «Вертолеты России», «Милькамов», но также и многие другие. Основная цель – чтобы студенты во время обучения в техникуме познакомились также во время стажировок и практик с технологиями и оборудованием предприятий непосредственно. Для своих гостей представители техникума подготовили площадки с мастер-классами в роли кураторов, студенты третьих и четвертых курсов. Они показали школьникам мастерские, которые созданы на средства федерального гранта. Я узнала, как устроены изнутри самолеты, каким оборудованием измеряют землю, откуда берут данные для навигатора. Наш мастер-класс был достаточно интересным. Школьников распределили по шести направлениям. Каждой команде дали различные задания. К примеру, собрать из конструктора вертолёт или спаять микросхему. Самых активных участников ждали поощрительные призы. Луиза Игия, Зарян Пётр Пономаренко, Телеканал ЛТВ. В Люберцах прошла встреча студентов Российского государственного университета туризма и сервиса с потенциальными работодателями. Это мотопомпа, которую опускаем в колодец. Например, из колодца или котлования нам надо качать какую-либо жидкость. На Люберцском водоканале старшекурсникам наглядно рассказали о специфике работы аварийных бригад, познакомились со спецтехникой. Уже за круглым столом студенты задавали вопросы руководству предприятия. Им было важно узнать, что предприятие, которому через три года исполнится сто лет, идёт в ногу со временем и использует современные технологии в работе. Также мотивируют молодёжь комфортные условия труда, стабильная заработная плата и возможность карьерного роста. Мы очень рады, что к нам приехали студенты Российского государственного университета туризма и сервиса. Это, надеемся, наши будущие сотрудники. Мы всегда рады, когда на наши предприятия приходят новые лица для того, чтобы обучиться чему-то, научиться новому и впоследствии прийти к нам на предприятие. Наша основная миссия сегодня – это показать студентам предприятия городского хозяйства, которые работают у нас на территории региона, чтобы наши ребята, которые учатся, остались в отрасли и дальше пошли работать к нам на предприятие, как молодые специалисты, которые мы потом будем готовить, и чтобы они стабильно у нас остались в отрасли. Мы должны у ребят повысить интерес к профессии городского хозяйства. Близкую. Просто пройти, но придётся тогда в этом месте обустраивать. В Твери завершился первый этап всероссийского конкурса работников телевидения «ТЭФИ-регион-2024». Организатором которого выступил фонд Академии российского телевидения. На нём побывали мои коллеги. В этом году на конкурс прислано 515 работ. Они оценивались в специальном жюри по 18 конкурсным номинациям. Финальный день работы форума отметился несколькими мастер-классами и встречей с ведущими журналистами федеральных каналов. Они рассказали о своём опыте ведения прямого эфира, о том, как готовятся современные новости и как быть готовым к различным профессиональным вызовам. Участники дискуссии отметили, что «ТЭФИ-регион» имеет особое место в отечественной телевизионной индустрии. Президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой в эксклюзивном интервью Либерецкому телевидению заявил. Ну, я думаю, что «ТЭФИ-регион» – это удивительно интересный конкурс, потому что журналисты, которые работают на региональных каналах, конечно же, значительно ближе к своей публике, к своим зрителям. И у них совершенно другой тип ответственности за любую местную новость. Потому что они потом выходят из студии, сталкиваются с героями своих программ. Это совершенно другая вещь, чем когда на федеральных каналах все-таки люди говорят о таких более глобальных проблемах, которые нечасто пересекаются к повседневной жизни. И, конечно, «ТЭФИ-регион» – это очень энергичные, активные, изобретательные журналисты, которые работают в очень сложных условиях. Многие нынешние звезды телевизионного «Олимпа» сами когда-то участвовали в подобных конкурсах. Об этом нам рассказал ведущий новостей Первого канала Максим Шарафуддинов. «ТЭФИ-регион» для ведущего Первого канала – это, на самом деле, несбыточная мечта, потому что я не один год, будучи телевизионщиком-региональщиком в Казани, принимал участие в этом конкурсе. В составе большой команды новостей телеканала «Эфир» города Казани, да, мы побеждали, по-моему, если мне не изменяет память, в 2004 году. А в индивидуальной номинации, да, 20 лет назад получается, а в индивидуальной номинации у меня никогда не было подобных призов, поэтому я смотрю и я искренне радуюсь тем, кто получает персональную статуэтку. Завершился конкурс церемонии награждения финалистов, которая проходила в Тверской академической областной филармонии. Это событие подвело итоги первого раунда телевизионных соревнований. Мы понимаем, что региональное телевизионное – это особое телевизионное. Я коллега из Артема, Приморского края, спросил, а вот как вы считаете, то, что в конкурсе регионального телевизионного принимают участие муниципальные компании, а среди нас сегодня больше 120 компаний, поэтому, как вы понимаете, не только регионы, но и муниципалитеты. Я встретил своего студента, когда-то, который приемл в институционной компании из Люберис. Подмосковных. Региональное телевидение, я очень, я всю жизнь работал на федеральном телевидении, всю жизнь. Но региональное телевидение обладает особым контактом с реальностью. Это совершенно особое ощущение близости к тому, что происходит, к тому, что люди, которые делают телевидение в регионах, потому что более в институционных, они потом выходят и встречаются с теми людьми, о которых их хорошо знают. Конкурс проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Заключительный этап ДЭФИ «Регион-2024» пройдет в Туле с 18 по 21 ноября. Анастасия Кладинова, Вячеслав Широкий, Николай Пивненко и Илья Рыков. Телеканал ЛТВ. В библиотеке имени Сергея Есенина значительное обновление книжного фонда. На полках появилось более 4,5 тысяч новых книг. Такие масштабные закупки сотрудники библиотеки проводят раз в год. Но перед тем, как экземпляры попадут в руки читателей, книги проходят специальную электронную обработку. Тему продолжит наш корреспондент. На полках издания разных жанров. От отечественной классики до современной литературы. При закупке один из главных факторов выбора новинок – запросы читателей. В течение года библиотекарь собирают пожелания и предложения, а затем передают их заведующим библиотекам. Нам выделяются ежегодно средства на произведение вот такой большой закупки. Формируем запросы с учетом интересов наших читателей, с учетом топов книг издательств, магазинов, электронных библиотек. Собираем уже наш собственный заказ и с нетерпением мы его ждем. Безусловно, это поднимает посещаемость, интерес людей к чтению. Многие думают, что библиотека – это какие-то пыльные уже старые книги. Это при всем нашем уважении классики. То есть это одна классика, а когда приходят и видят, какие книги стоят на наших полках, сразу говорят, а мы не знали, мы не думали, что такое есть. Однако перед тем, как новые книги попадают в руки читателей, они проходят электронную обработку. Каждому экземпляру присваивают шифр и авторский знак. Их вносят в специальную компьютерную базу данных, чтобы можно было легко проверить, есть ли в библиотеке такая книга и где именно она находится в данный момент. После чего на обложку приклеивают кармашек для библиотечного формуляра и штрих-код. Этот штрих-код внесет в себе информацию о самой книге, содержании, аннотации, в какую библиотеку она отправляется. И, соответственно, когда она уже попадает на полки, ее берут читатели, идут на кафедру к нашему сотруднику. Ему уже, собственно, вручную делать ничего не нужно. Таким же сканером считывается штрих-код, и книга попадает в электронный формуляр нашего читателя. Из-за большого поступления новых книг электронная обработка занимает немало времени. Поэтому на книжных полках свежие экземпляры появляются постепенно. Ежемесячно сотрудники библиотеки выставляют больше 200 новинок. Сейчас книжный фонд библиотеки имени Сергея Есенина насчитывает больше 200 тысяч единиц. А количество пользователей превышает 15 тысяч человек. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. В третье воскресенье октября в России отмечается День Отца. Праздник учрежден в 2021 году. В этот день местное отделение партии «Единая Россия» совместно с Союзом Женщин России организовали мероприятие, посвященное этому дню. На торжественном празднике побывали мои коллеги. Представители местного отделения «Единой России» и Союза Женщин России организовали турнир по боулингу для многодетных отцов, отцов-одиночек и участников специальной военной операции. Организаторы соревнований не только предоставили возможность отцам и детям провести время вместе, но и подготовили конкурсы. Организовали для них такое мероприятие, где они могли познакомиться, пообщаться, поделиться каким-то опытом своим отцовским. Родители отдохнули, играли, повеселились, поболели друг за другом. Мы много лет, мы чествуем в последнее воскресенье ноября материи. Папа, они всегда остаются в стороне. Но со слов этих мам, они говорят, если бы не наш папа, у меня бы не было столько детей. И поэтому это хорошо, что он появился, этот праздник. Мы проводим такой именно спортивный, веселый праздник. Это называется дружеская встреча отцов из многодетных семей. И, как вы видите, сегодня пришли с семьями. У нас сегодня мамы болеют за пап, детки болеют за пап. Дмитрий Треногин со своей женой вместе с 2009 года. Пара хотела большую и дружную семью. И вот спустя 15 лет у четы Треногинах четверо детей и ждут пополнения. Большое спасибо нашему правительству за такой праздник, что прям на уровне государства все это сделали. Прям просто прекрасно. Потому что, да, как-то всегда день матери, там женский день. А это для отцов прям. Ну я очень благодарен. Я думаю, что от всех отцов я это скажу. Я очень люблю боли. И вообще так удачно. Я был рад, когда вот сказали. И сегодня мне очень понравилось. Играем в прекрасной команде. Две девушки и два парня. Пока мужчины соревновались на дорожках и боролись за звание лучшего игрока, дети работали над специальными подарками. Открытками, рисунками и сувенирами. Я делаю папе открытку. У всех пап сегодня праздник Дениска. А я его очень сильно люблю. Вот так вот и еще больше. Я думаю, что моему папе очень понравится. Праздник завершился награждением победителей турнира и церемонии вручения подарков, сделанных руками детей. В городском округе Люберцы прошли соревнования по волейболу среди воспитанников школы «Лидер». Площадкой проведения открытого турнира стал физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый на базе четвертого лица. Подробности в материале Анастасии Кладиновой. Турнир проводится среди воспитанников и обучающихся школу «Лидер». Проводится первый турнир у них, потому что команды только собрались, народ начал набираться, чтобы дети почувствовали свою атмосферу, атмосферу соревнований, поняли, какие у них есть навыки, умения, и чтобы они дальше продолжали стремиться к диссорам. Открытый турнир среди начинающих игроков. На площадке встретились 8 команд, 4 женские и 4 мужские. Соревнования проходили в формате выбывания, каждая партия игралась до 15 очков. Волейболисты выходили на площадку, желая не только победы, но и возможности проверить свои силы, укрепить командный дух и приобрести опыт. Для нас это первое соревнование, первый турнир. Очень волнительно. Но все идет хорошо, я очень рада. Настрой боевой, надеюсь, выиграем. Мы поиграли достаточно хорошо, то есть мы выиграли. Счет был 15-7. Я отбила пару раз. Я очень рада, что я отбила, потому что я сегодня очень сильно нервничала и боялась, что я как-то сделаю что-то не так. Я очень, на самом деле, рад, что мы выиграли. Я очень рад, что много очков, так скажем, заработал. Соперник сильный, напряженный, даже немного страшный. Но мы должны победить еще один матч тогда, если мы победили первый. Всего провели 12 матчей. Для победителей подготовили кубки и грамоты. Открытые турниры по волейболу среди воспитанников школы «Лидер» ежегодные. На стадионе «Электрон» в поселке Красково прошел футбольный турнир «Осенний кубок Спартака» среди мужских команд. Мне нравится футбол тем, что надо думать очень много и быстро все делать. Мы уже последнюю игру играем и счет 7-0 в нашу пользу. Если мы выиграем в этой игре, то у нас первое место. В рамках турнира на поле встретились спортсмены из всех филиалов и отделений футбольной школы «Спартак» Люберцы. В соревнованиях принимали участие мальчики 2015, 2016 и 2017 годов рождения. Всего в этот день на поле сыграли 8 команд. Каждая игра проходила в один тайм по 20 минут. По итогам встреч тренеры команд красно-белых наградили лучших игроков. А победителям турнира вручили кубки, медали и специальные призы. Сегодня представлено на этом турнире 8 филиалов, которые в очень такой упорной борьбе сегодня разыгрывают, скажем, ну выявляют лучший филиал среди всех остальных. Филиалы лингвистическая школа две команды выставила, 26-я школа, ИТЛ, футболисты, которые занимаются непосредственно в Манеже и 15-й лицеи. Чтобы дети понимали, что тренируются они для того, чтобы потом в последствии выходить и играть с соперниками из других команд, из других филиалов. Естественно, пропаганда здорового образа жизни и любовь к футболу. Городской округ Люберцы принял спортсменов со всего Подмосковья. Во дворце «Спорт и триумф» состоялось сразу три мероприятия. Региональный турнир, Кубок Московской области и фестиваль по всестилевому карате. Луиза Ягязарян продолжит тему. Около 300 спортсменов из 15 округов Московской области приехали в Люберцу, чтобы показать свое мастерство и побороться за право выступать на еще более крупных турнирах. Александр Давыдов из Королева в ноябре поедет в Орел. Спортсмен отобрался в сборную Московской области и примет участие в чемпионате мира по всестилевому карате. Занял я первое место, провел два боя. В первом бою у меня был бой с братом, мы поделили место, все хорошо. И во втором бою хороший соперник был, провел бой. Региональный турнир по всестилевому карате проходит в Люберцах каждый год. В честь городского округа отстаивают 37 спортсменов. Еще около 20 люберчан борются за Кубок Московской области и 15 спортсменов участвуют в фестивале. Высокий уровень достаточно и спортсменов, и баллы высокие, заката выставляются судьями, а это уже критерий определенный. Ну и поединки. Некоторые досрочно побеждают, а кто-то в упорной борьбе. По результатам турнира сформируется сборная Московской области, куда войдут сильнейшие спортсмены региона. В следующем году они примут участие во всероссийском этапе соревнований. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, Телеканал ЛТВ А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях, либо у нас на сайте ltv24.ru До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова